МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вообще прям все, тут дисциплина, и бегаем, и прыгаем, и вкусно готовят. Слет Отечества завершился соревнованиями на тропе мужества. Очень интересная такая идея, новая для нашего города, у нас такого подобного никогда не было. Лесногорцы посетили кинотеатр под открытым небом. Нас не удивляют маленькие дети в 13-14 лет, у которых стоит диагноз наркомания. Игра путешествия «Жить здорово». В мае 2018 года от православного прихода храма равнопостальных Кирилл и Мефодия Десногорска обратились в администрацию с заявлением о выделении земельного участка под строительство храма в восьмом микрорайоне. В нашем сюжете мы расскажем вам, как решается этот вопрос на уровне десногорской власти. По законодательству, чтобы выделить участок под застройку храма в центре Сосновки, необходимо внести изменения в правила землепользования и застройки Десногорска. Заявление было рассмотрено и одобрено комиссией по внесению изменений в правила. Чтобы решение комиссии обрело законную силу, администрация должна провести публичные слушания и спросить у населения согласие на возведение на территории города еще одного православного храма. Чтобы спрашивать землю для строительства храма, служит, в первую очередь, обращение жителей города Десногорска, которая поступила в правящий макрею Ростовской епархии Владыки Мелитии. Восьмой микрорайон находится все-таки в некотором отдалении храма города Десногорска. И не все живущие там, жители этого микрорайона, имеют личный автотранспорт, чтобы добраться до приходов православных, которые находятся здесь в центре. Причем семей православных у нас там очень много. Вот только в нашем приходе у нас около десяти семей, которые живут там в восьмом микрорайоне, плюс еще прихожане храма-освятителя Стефана Грископернского. Конечно же, это послужило основной причиной их объединения и обращения к Владыке Мелитию и с просьбой организовать православный приход именно в пределах восьмого микрорайона. 27 июня в здании администрации прошли публичные слушания. Обсудить этот вопрос пришли около 60 жителей Десногорска. И хотя будущий храм изображен пока только на эскизе, десногорцы принимают его в таком виде. За строительство проголосовали все участники публичных слушаний. 3 июля на сессии Гурсовета будет принято решение о внесении изменений в правила землепользования и начнется составление официальных документов и разработка проекта храма. Губернатор Алексей Островский провел заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Смоленской области. В его работе приняли участие руководители органов исполнительной власти региона, общественной палаты, следственного комитета, прокуратуры и областного УМВД. На заседании рассказали о проверках в медицинских учреждениях, где были выявлены нарушения закона при закупках у единственного поставщика. Также пристальное внимание уделяется прямым закупкам. Для предупреждения нарушений в региональную информационную систему госзакупок внедрён новый электронный модуль, который обеспечивает им полную прозрачность. В завершении участники заседания обсудили коррупционные риски при использовании недвижимого имущества, закреплённого за бюджетными учреждениями. Десять дней проходил военно-патриотический слёт Отечества в Десногорске. Каждый день у ребят была насыщенная спортивная и культурная программа. Завершился сезон соревнованиями на тропе мужества, где они должны были продемонстрировать все полученные умения. Творческая группа пробежала все этапы вместе со спортсменами. И нам есть, что вам показать. Жизнь участников слёта максимально приближена к полевым военным условиям. 30 инструкторов, среди которых работники атомной станции, войсковой части, поисковики, спортивные тренеры и просто активисты. Каждый день от побудки до отбоя они наполняли жизнь ребят спортивными занятиями и интересными делами. Отрабатывали на тренировках навыки прохождения этапов. И вот 27 июля завершающая стадия. Все препятствия объединили в одну полосу и назвали её «тропой мужества». В этом году на тропе 16 этапов. Ребятам пришлось метко стрелять, метать гранаты и ножи, разбирать автомат, проходить грязь по кочкам, преодолевать подвесную и параллельные переправы. Всему этому они учились 9 дней на слёте. Мы объединили все дни, которые мы учили, в один и растянули это состязание в кольцевую полосу, которую они всё будут нам показывать, чему они научились. Мы, как судьи, сторонники, сторонние, как наблюдатели, получается, смотрим только безопасность и оцениваем в баллах, насколько они всё усвоили. Протяжённость полосы 2,5 километра по самой чаще леса. Препятствия очень сложные как физически, так и морально. Ребятам приходится преодолевать усталость и страх. Нельзя сойти с дистанции. Ты подведёшь команду, любой твой промах задерживает всех на этапе. Так воспитывается командный дух. Мы стремимся к тому, чтобы у нас не было как 10 отдельных команд и соревнуетесь между собой. Нет, конечно. У нас 10 команд, которые это одно большое подразделение, которое должно выйти отсюда в первую очередь друзьями. Результаты работы инструкторов говорят не столько об опыте работы с детьми, сколько об умении найти подход к каждому, определить наклонности и развить индивидуальные способности. Что понравится больше всего такое? Стрельба и окна. А окна это на стенах что ли? Вот они. Препятствия. А вы на верёвках или как? На верёвках. Тут просто незабываемые впечатления. Прям вообще, прям всё. Тут дисциплина. И бегаем, и прыгаем, и вкусно готовят. Все инструкторы добрые. Прям вообще дужки такие. Всё интересно. На закрытии будут известны результаты соревнований. В нашем следующем сюжете мы расскажем, как завершился 11-й слёт Отечества. Начинающие фермеры смогут получить государственную поддержку. Стартовал приём документов на предоставление грантов по областной государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Смоленской области. Гранты предоставляются на конкурсной основе. Начало приёма документов – 22 июня. Дата окончания приёма документов – 6 июля. Более подробную информацию можно получить по телефонам, которые вы видите на экране, а также на официальном сайте департамента. А 25 начинающих фермеров и 26 семейных животноводческих ферм региона уже получили грантовую поддержку. Это позволило им закупить современную технику и увеличить поголовье скота. Общий объём инвестиций за пять лет на Смоленщине составил более 370 миллионов рублей. В 2018 году на грантовую поддержку предусмотрено ещё около 80 миллионов. Поздним вечером 27 июня Десногорск наравне с десятками стран мира от Москвы до Парижа стал участником Всемирного фестиваля уличного кино. Наша съёмочная группа тоже побывала на показе. Подробности смотрите в нашем репортаже. Первый фестиваль стартовал в июле 2014 года на Дальнем Востоке по инициативе Александры и Маргариты Щеряковых. Вот уже пять лет короткометражные фильмы, снятые в России, показывают по всему миру. 67 стран и более тысячи городов. Никакого статусного жюри и никаких билетов. Только лучший короткий метр и открытое небо. Десногорск к этому движению присоединился впервые. Сегодня мы ждём, конечно, наш город Десногорск, большое количество зрителей. Надеемся, что первый опыт будет удачный. На баскетбольной площадке 4-го микрорайона собралось более 200 человек, в основном молодые люди. Показ начался в 10 часов вечера. Удобно расположившись, зрители, они же народные жюри, окунулись в мир современного короткометражного кино. Программа этого года отбиралась ведущими российскими киношколами. Все фильмы – это новинки, снятые в этом году в разных жанрах и стилях на любой вкус. Всего на суд зрителей было представлено 8 кинолент. Это суперприз, половинки, кругосветка, цук-скванг, успех, «Я тебя вижу», «Тёмная ночь» и «Ой». Все они были представлены по миру одновременно, исходя из часовых поясов. Десногорцы также смогли оценить ленты и кинотеатр под открытым небом со свободным входом. Мне довольно-таки интересно, для нашего города это что-то необычно. У нас такого кинотеатра нет, и, в принципе, отлично. Вот видите, молодёжь собралась же. В принципе, довольно-таки хорошо. Очень интересная такая идея, новая для нашего города. У нас такого подобного никогда не было. Ну, плюс такие короткометражки очень, извините, интересные. Хорошая идея. Первый раз смотрю такой формат, и на улице всё очень нравится. Здорово, просто это немного неудобно, я бы сказала. Было бы... Комарики. Да, в основном за насекомых, из-за условий. Было бы здорово, если бы экран был больше, потому что у людей, у многих плохое зрение, допустим, как и у меня. И я так вижу размыто всё, что было. Мы рады, что показывают короткометражки, потому что сидеть здесь два с половиной часа, это очень трудно. Ну, комары, это да, это самая главная проблема, потому что не летают, кусаются. А так, ну, приятно, это на самом деле очень интересно, когда ты сидишь на улице, там что-то гудит, гудит, и тебе показывают фильм. Кинотеатр был открыт до 12 часов ночи. Во всех городах и странах по окончании демонстрации фильмов прошло публичное голосование за лучший короткий метр этого года. Так как для нашего города этот показ пробы пера, десногорцы пока не участвовали в голосовании. В сентябре организаторы озвучат фамилию молодого режиссёра, чья работа собрала больше всего голосов. Ему достанется по-настоящему народная статуэтка, отлитая из кусочков металла, собранного во всех городах-участниках. 30 июня на территории городского пляжа с трёх часов дня состоится праздничная программа, посвящённая Дню молодёжи «Я молодой» в программе соревнования по пляжному волейболу, фестиваль красок, праздничный концерт и фаер-шоу. 26 июня мировое сообщество отмечало праздник всемирного значения – Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. Он учреждён в 1987 году Генеральной ассамблеей ООН. В этот день в Десногорск приехали сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Смоленской области и провели профилактическое мероприятие в летнем оздоровительном лагере первой школы. В игре путешествия приняли участие школьники вторых и третьих классов. Пожатые в лагере разыграли сценку для малышей. Полицейские рассказали детям о вреде наркомании, о том, что пристрастие к наркотикам оборачивается трагедией для самих зависимых, горем для их родителей и массой серьёзных проблем для учителей и воспитателей. Жертвами наркомании могут стать практически все, но в большей степени это касается молодёжи. Особый акцент был сделан на то, что наркозависимость – это не вредная привычка, а опасная болезнь, которая уносит тысячи жизней. Проблема наркомании, она очень обширна и не так проста. Поэтому только комплексный подход, как обозначение её медицинской, социальной и правовой темы позволит достичь результатов. И действительно, никогда не бывает слишком рано. Сейчас нас не удивляют маленькие дети в 13-14 лет, у которых стоит диагноз наркомания. Поэтому здесь нужно действовать на опережение и совсем ещё ребятишкам говорить о том, что наркотики – это не просто плохо, это зло, а действительно рассказывать им, почему это так. Что если они хотят построить в дальнейшем полноценную семью, хорошую карьеру, просто быть полноценными и счастливыми людьми, наркотикам в их жизни не место. Ребята отправились в увлекательное путешествие. Разделившись на команды, дети прошли семь этапов, выполняя различные задания и получая за это баллы. Ребята выбирали полезные и вредные продукты, учились оказывать первую медицинскую помощь, решали ребусы, разгадывали загадки, проходили спортивные испытания. В завершении мероприятия победители были награждены грамотами и призами. Школьники поблагодарили стражей порядка и пообещали заниматься спортом, вести здоровый образ жизни и никогда не употреблять наркотики. На сегодня это вся информация. Всё самое актуальное и интересное вы сможете найти на сайте desnadefistv.ru. С вами была Алина Сазонтова. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова